Привет! Сегодня рассмотрим один очень интересный экземпляр в мире наушников. One Audio Fusion A70. Фирма для меня новая, но по наличию большого разнообразия наушников, я понимаю, что не первый год на рынке. One Audio Fusion A70 это беспроводные наушники с Hi-Res аудиозвучанием. Это значит, что звук здесь должен быть очень крутым, что дальше мы и узнаем. В комплекте поставки у нас наушники, качественный чехол-мешок из искусственной кожи, кабель для зарядки, а также аудиокабели с разъемами 3,5 мм и встроенным микрофоном, включая адаптер с разъемом 5,5 мм. Инструкция по эксплуатации и небольшое руководство также предлагаются. Наушники сами по себе выполнены достаточно качественно. Верхняя часть оголовья изготовлена из качественной искусственной кожи и украшена логотипом бренда со строчкой. Цветов можно выбрать несколько, но мне по душе пришелся именно серебристо-коричневый. На нижней части амбушюр наушников расположены основные разъемы и элементы управления. На левом наушнике находится разъем для кабеля 5,5 мм и порт microUSB для зарядки. На правом наушнике размещены кнопка включения, регулятор громкости, разъем 3,5 мм с вращающимся фиксатором, микрофон и индикатор работы. Наушники достаточно гибкие и легко регулируются для комфортной посадки на голове. Однако, после 30-40 минут носки можно почувствовать некоторое давление и увесистость. Регулировка вылета амбушюр осуществляется с помощью металлических вставок с фиксированными позициями. Конструкция шарниров для складывания и поворота наушников выглядит надежной и долговечной. Хотя сами наушники пластиковые, шарниры, надеюсь, из алюминия. При желании наушники можно использовать без проводов, подключив их по Bluetooth. Встроенный аккумулятор на 650 мАч обеспечивает около 40 часов автономной работы, несмотря на то, что производитель заявляет о 62 часах. Из характеристик нам известен импеданс равный 32 Ома и чувствительность 105 дБ. Итак, наушники One Adio A70. Поносил их, ну, уже где-то недельки-две, наверное. Послушал я музыку. Есть мне что вам сказать. Довольно интересные наушники. Есть как свои слабые, так и сильные стороны. Много уже наушников было у меня в обзорах. Сейчас вообще я использую наушники от EXO, которые были у меня на обзоре. У них также такие же амбушюры, когда ухо у вас утапливается. Но есть отличия по эргономике. И, наверное, про эргономику давайте сначала поговорим. Итак, что из удобного? Уши у нас полноразмерные, скажем так. Уши втапливаются. Это круто. Когда вы слушаете музыку, у вас есть... У вас музыка объемная. Отмечу сразу же то, что они сделаны из пластика. Это полностью пластиковое изделие, помимо некоторых стальных элементов. То есть тут внутри сталь, стальной элемент. Шарнир стальной элемент, как я понимаю. Ну и в самих наушниках есть стальной элемент. Сверху же это пластик. Кошзам у нас сверху и сами амбушюры. Это все приятно. Ощущается, выглядит очень круто, стильно. И ощущается на голове, ну, удобно на самом деле. Но сразу я вам хочу сказать, что наушники плотно обхватывают голову и прилегают достаточно сильно. То есть много времени вы в них не просидите, ну, не послушайте музыку. Например, я не думаю больше 5-7 часов после этого времени, мне так кажется, лично по моим ощущениям. У вас уши будут болеть, возможно. Или голова будет болеть. То есть часик 2-3 музыку послушали, но надо снять, разомняться и слушать дальше. Но в целом наушники по части эргономики очень удобные. Но еще хочу заметить один элемент. Когда вы одеваете наушники, их всегда хочется поправить и подстроить. То есть, например, что я хочу сказать. Вот, например, экзо. Ты одел их и они сразу ложатся. Это удобно из-за своего немассивного оголовья. Тут же оголовья массивные. И иногда возникает такой момент, что как бы, ну, нужно поправлять. То есть они немножко, бывают моменты, что они не сильно комфортные, ну, типа с первого раза. То есть одели. Вот у меня вот сейчас оделись. Неудобно. Нужно поправлять наушники. Это вот что по части эргономики. Опять же, ну, они на голову налезут большую. То есть в этом проблем нет. По части прослушивания музыки. У нас, как вы понимаете, это беспроводные наушники. Их можно слушать как с проводом, так и без. Насчет проводов. Очень круто, что у нас в комплекте идет два провода для обычной гарнитуры. Проводка очень качественная. Она не путается, что очень важно. И это, ну, признак хороших проводов. То есть насчет проводки тоже нету никаких вопросов. Ну, реально все качественно сделано. Есть защелкачка. Замочек такой, что тоже не в всех наушниках я видел. Это плюс. И круто то, что, опять же, у нас есть 3.5-3.5. Один провод и второй провод 3.5. И вот такой выход, это уже на какие-то усилители. То есть, короче, кто диджеет, тот шарит. Я в этом не сильно шарю, у меня нету там никаких гитар, чтобы подключать эти наушники к гитарам и каким-то усилкам. Но, как бы, это можно сделать. По насчет управления музыкой. Мне немножко не нравится, что здесь нету регулировки музыки колесиком, а есть плюс-минус. Это, я понимаю, что это можно переключать музыку одним нажатием и добавлять звука. Вот, то есть, как бы, двойная функция в кнопках. Но мне, лично, мне удобнее было бы, чтобы колесико регулировки звука было, а не кнопки. Лично мне кажется, это удобнее. Но да ладно. И что касается части музыки. Музыка здесь просто великолепная. У нас Hi-Res звучание. И я скажу честно, что я не ожидал такого звучания от вообще наушников в данной ценовой категории. Музыка здесь очень сочная, классная и очень хорошо ощущается. Музыку вы можете слушать как через Bluetooth, что очень круто, так и через кабель, что также очень круто. Все ли у вас наушники, подключили кабель и слушаем. Мне лично нравится больше слушать по Bluetooth, потому что, когда занимаешься спортом, например, или где-то на пробежке бегаешь, ты их одел, тебе никакие провода не мешают, ну, бежишь кайфуешь. Никакие провода, не вырываются провода с плеера или с телефона. То есть это большой плюс. Ну и тут, опять же, я повторю еще раз, Hi-Res звучание. То есть вы можете слушать музыку в флаке. То есть скачивать файлы музыкальные там не в 320 бит, а флаг звучания. И они просто будут очень крутые. Хорошо слышно, ощущаются басы. Басы прям очень шикарные. Хорошо ощущаются низы. Ну, то есть как рок, классика, допустим, или какой-то дискотечный ритм. Очень круто. Сейчас как-то попробуем послушать, протестировать через мой петличный микрофон. Но, как вы понимаете, глобально вы должны верить субъективному мнению человека, который обозревает наушники. Потому что у меня лично стендов для проверки наушников нет. То есть, ну, извиняйте. Кстати, если наушники вас заинтересуют, можете покопаться в интернете, в ютубе. И там есть люди, которые проверяют их на специальном стенде для наушников. И у них очень хорошие отзывы про данные ухи. Итак, предлагаю протестировать музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот как-то так пишите свои комментарии, пишите свои комментарии, что вы думаете про данную музыку, вернее, не про музыку, а про данные наушники, но хочу вам сразу сказать, что все зависит от того, через какие вы слушаете наушники, и, что самое главное, главное, какой у меня микрофон, который их записывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА всем пока так это у нас это у нас тест наушников и вернее их микрофона а 70 значит у данного микрофона есть это микрофон через провод потому что когда вы разговариваете по bluetooth у вас наушники микрофон работает из наушников то есть тут как бы два микрофона это у нас проводной микрофон сейчас забегая наперед микрофон через наушники в режиме разговора очень хорошо улавливает я вот разговаривал и собеседник подтвердил что меня слышно очень хорошо качество звука на достойном высоком уровне и хорошо четко слышно не тихо слышно приятно это у нас проводной микрофон такой возможно плюс возможно для кого-то минус будет у этого проводного микрофона когда вы играете например в игры я их в играх тестировал и когда вы общаетесь по телеграмму вот или по другому другому месседжеру там дискорде например то есть вас очень хорошо слышно очень хорошо но не только вас а и всех окружающих кто находится с вами в комнате то есть микрофон не направлен только на ваш голос он улавливает все звуки которые вокруг вас опять же это возможно хорошо когда вы один в комнате но если чуть несколько человек то люди будут слышать и их также так что имейте ввиду в целом вот такая вот ситуация